Мы рады всех приветствовать на нашем докладе. Мы сегодня вам расскажем про наш процесс HR Business Partnership. Мы его назвали «Новичка вовлечь. Талант развить. Грустного обнять». Давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина Чебакова. Я HR Senior Manager в компании Lineit уже более трех лет. В сфере HR я довольно давно, с 2005 года. Также я являюсь сертифицированным кучем Риксоновского университета. Меня зовут Самохина Мария. Я руководитель отдела развития персонала в компании Lineit. Я с 2020 года в HR с 2012 года. И в 6 лет из этих лет я работаю как руководитель. Я являюсь практикующим психологом. И, собственно, этот мы в своем процессе тоже применяем. Немного о нашей компании. Lineit – это международная компания в сфере разработки программного обеспечения. Больше 15 лет мы специализируемся на реализации высоконагруженных систем, сервисов, системы сбора, анализа, визуализации данных для наших клиентов. О чем мы сегодня? Во-первых, мы расскажем, как у нас это работало раньше, этот процесс, около трех лет назад. Что мы сделали сейчас, каких результатов добились. Расскажем, как мы это делали. Опишем этот процесс, покажем, какие инструменты мы используем. Ну и, конечно же, про сложности, с чем столкнулись и как их решали. Как система работала раньше? У HR в сопровождении было большое количество человек, около 80-90. Соответственно, фокус в работе с персоналом был сильно смещен на профессиональную оценку и развитие. И не было единой системы работы с персоналом. В связи с этим, с чем мы столкнулись? Смещение деятельности в сторону тушения пожаров. Там, где горит, туда и бежим. Замечали коммуникационный большой разрыв, так как была информация недостаточная в связи с большим количеством людей в сопровождении. И многие аспекты работы просто выпадали из нашего внимания. Что нам удалось построить? Для начала мы смогли добиться контролируемого жизненного цикла сотрудника. Мы всегда понимаем, на каком этапе что с человеком происходит. Прогнозируемости и оперативности обработки запросов на ротацию. Особенно это касается срочных ротаций. Прозрачного процесса оценки и развития сотрудника. И системы регулярного взаимодействия с сотрудниками и руководителями. В цифрах мы добились снижения срочных запросов на ротацию. Для нас это 1-3 месяца. Для нас этот запрос является срочным. Увеличение специалистов в уровне senior за счет налаженной системы. И снижение текучести на испытательном сроке. Что мы сделали? Сейчас будет много текста. Расскажем про основные блоки. Для начала расскажу как у нас выглядит сам по себе наш отдел. Сама компания внутри разбита на юниты. Юниты это группа проектов объединенных по принципу экспертизы. Либо одного какого-то аккаунта. Помимо юнитов у нас есть департаменты. Такие как финансовый департамент. То же самое HR. Разные-разные-разные. У каждого HR есть один или несколько юнитов или департаментов. Мы стараемся, чтобы каждый HR был загружен не больше чем 50-60 людьми. Иначе это превращается в какой-то совершенный хаос. Помимо того, что мы взаимодействуем с людьми, мы можем вести параллельно какие-то проекты. Например, как у нас Дана, наша коллега вчера рассказывала. Такие как корпоративные университеты и подобные проекты. Руководитель отдела персонала работает с руководителями департаментов и юнитиректорами. Собственно из чего состоит наш процесс? У нас несколько блоков. Первый из них это найм и адаптация. Второй это people management регулярные встречи один на один. Взаимодействие с юнит-директорами и тим-ледами. Развитие персонала, personal review. Управление конфликтами и удержание. Формирование проектных команд. Команды образования. И сопровождение процессов увольнения сотрудника. Про каждый из блоков расскажу подробнее, что в него входит и что мы там делаем. Найм и адаптация. HR конечно не рекрутер. Но HR участвует в подборе на этапе менеджерского интервью. Когда нам нужно оценить софт-скиллы кандидата и понять насколько он подходит в проекты конкретного юнита. Насколько в принципе он подходит для данного проекта. Сработает ли он с UD, с темблитом и так далее. Собственно это задача HR. HR проводит входное интервью, когда мы собираем потребности, ожидания нашего нового сотрудника. Фиксируем их и можем потом от них отталкиваться для того, чтобы понять какие цели сотруднику ставить. HR встречается с новым сотрудником на этапе адаптации. У нас есть регламент встреч на определенных этапах. Есть определенные темы, которые мы проговариваем. Собственно у нас этот процесс подхвачен. HR все время в него ввлечен. Помимо этого HR вообще регулярно находится на связи с сотрудником в наших чатах, просто на каких-то встречах внеплановых. То есть всегда может подключиться, ответить на вопрос, является неким входным окном для того, чтобы новый сотрудник мог понять, к кому ему обращаться, какие сложности встречает и кто может их решить. Участвует в процессе подведения итогов испытательного срока. Это процедура, которая происходит по итогам испытательного срока, где мы оцениваем насколько человек подходит к компании, насколько компания подходит человеку. И собственно HR обязательно присутствует на нем. Регулярные встречи один на один. По нашему регламенту HR встречается с каждым сотрудником один раз в месяц. И каждая встреча имеет определенные цели. Во-первых, это получение контекста по мотивации, как вообще человек сейчас себя чувствует, насколько ему нравится проект, насколько ему на нем интересно, хочет ли он продолжать на нем работать. Получение контекста по обстановке на проекте, вообще как там горит, не горит, как они взаимодействуют с клиентом, как команда себя чувствует, что там происходит. Прогресс по целям. То есть HR обращается к нашей внутренней структуре, про которую мы потом расскажем подробнее, и отсматривает, насколько человек в принципе движется, насколько цели продолжают быть для него револевантными, насколько они в принципе достижимы, не блочит ли их что-то, нужно ли их пересмотреть. Снятие эмоционального напряжения, естественно, люди бывают в разном состоянии, они приходят, выговорятся, они бывают волнуются, они бывают тревожатся, они там злятся, то есть и пользуются встречами с HR, чтобы как-то это из себя вытащить. И информирование сотрудника, ответы на вопросы. То есть, соответственно, HR это канал информации, когда мы понимаем, что человек будет двигаться с проекта на проект, когда у него какие-то меняются ситуации на проекте, мы обязательно, через нас эта информация может доходить. Итог встречи отражается во внутренней системе, о которой мы тоже расскажем позже. Взаимодействие с директорами юнитов и тем лидами. То есть, мы также регулярно встречаемся как с директорами, так и с тем лидами, и на этих встречах мы обсуждаем вообще в целом ситуацию о юнити и проекте, в каком состоянии люди, с какими сложностями систематически они сталкиваются, и, собственно, как их можно подправить. Это момент, куда мы приносим те вопросы, которые нуждаются в эскалации, и здесь вот они конкретно решаются, и намечается какой-то план действий. Планирование, подготовка personal review, это будет следующий слайд, я расскажу подробно что-то такое. И планирование, подготовка предстоящих ротаций, если мы хотим человека перевести в другой юнит или на другой проект, то есть мы как раз можем просчитать последовательность действий, как мы человеку будем об этом сообщать, собственно, или человек сам уже ждет, но, в общем-то, мы эти вещи как раз на этих встречах можем привести в какой-то план. Собственно, развитие персонала. Что такое personal review у нас? Это процесс подведения итогов работы сотрудника, который проходит два раза в год. Это регулярная штука. Итогом personal review может быть как увеличение грейта, какое-то повышение сотрудника, так, собственно, никаких изменений, просто мы синхронизировались по тому, где человек сейчас находится. Personal review включает в себя сбор обратной связи от команды, от всех сотрудников, всех людей, с кем человек успел поработать за этот период, или от каких-то ключевых людей. То есть это то, что мы можем запланировать заранее. Написание с сотрудником. То есть сотрудник сам проводит какую-то оценку этого оцениваемого периода, пишет, как он его прошел, чего он хочет, собственно, дальше, и фиксирует это. Оценку прогресса по развитию. То есть те самые цели, которые мы наметили, смотрим, что из этого уже можно закрыть, что переносится на следующий оценочный период. И формирование новых целей, исходя из того, где сейчас человек находится, либо на какой проект он попадет, и что будет дальше для него в важном его развитии. HR участвует в организации подготовки personal review, как со стороны сотрудника, когда нам нужно помочь ему написать эссе, помочь ему как правильно донести то, чего он хотел бы, каких изменений, например, он хотел бы, так и со стороны руководителя, поскольку иногда бывают сложные процедуры, когда, например, человек ожидает повышения, а мы понимаем, что этого не произойдет, или нам нужно дать какую-то непростую обратную связь. Тогда, соответственно, мы можем прям помочь прописать какие-то скрипты, сценарии проведения этого мероприятия, какие-то формулировки подобрать, чтобы это было максимально гладко для всех сторон. Присутствует на всех personal review своих сотрудников, своего юнита. Контролирует постановку релевантных целей и их достижимость. То есть это то, чтобы цели попадали в ожидание самого сотрудника, чтобы они не демотивировали его. И очень важно, что иногда хочется наставить разных целей, кажется, что вот он там будущий синер, поэтому может вот это и это порешать. Но на самом деле времени у человека на это нет. То есть он работает полностью под крышечку на своем проекте. Соответственно, очень важно этот момент подсветить, чтобы не было такого, чтобы цели потом демотивировали своей невыполнимостью или необходимостью переработок. Соответственно, HR это тоже контролирует. Отлеживать прогресс по их достижению. То есть это то, о чем мы говорили на встречах один на один. Когда мы смотрим, как ты вообще двигаешься, все ли у тебя нормально, ничего не заблочило тебя. То есть в каком ты вообще сейчас состоянии относительно этого находишься. Управление конфликтами и удержания. Здесь меньше всего пунктов, но больше всего работы. Собственно, HR участвует в медиации конфликтов внутри проекта или юнита. Это может проходить как по запросу юнит-директора или тимблида, кого-нибудь из команды, так и по инициативе самого HR, когда мы уступаем третьей стороной и помогаем людям между собой договориться и каким-то образом наладить какой-то контакт. Это может быть процесс разной степени сложности в зависимости от величины конфликта. Но, собственно, HR помогает в этом участвовать. HR участвует в процессе удержания сотрудника. То есть, по сути, все наши встречи направлены в том числе на удержание. Наверное, это одна из самых наших больших целей, когда мы подварительно можем оценить риски изменения мотивации, когда мы заранее понимаем, что человек зашел на проект и вдруг напрягся, и мы можем заранее понять, что нужно что-то делать, эскалировать какую-то проблему или готовиться к ротации заранее. То есть это большой-большой объем работы, которую мы выполняем в процессе взаимодействия с сотрудником и по итогам наших встреч. Формирование проектных команд. Здесь HR взаимодействует с командой ресурсного менеджмента. У нас есть регулярные встречи, плюс, помимо этого, у нас есть инструменты, по которым мы быстро можем обменяться информацией на тему каждого сотрудника. Участвовать в стаффинг-митингах по формированию команд. То есть это митинги, на которых происходит распределение сотрудников и планируются их ротации. То есть здесь мы можем подсказать, что, например, на данный момент сотрудника лучше не ставить на этот проект, потому что ему может быть некомфортно с командой, ему, в принципе, хочется совершенно другой характер проекта, он двигается в каком-то другом направлении. Соответственно, мы можем вовремя это подсветить и профилактировать таким образом ротации, которые потом будут стоить компании каких-то серьезных денег, когда нужно будет срочно это сделать. Мы, в принципе, информируем о потенциальных вопросах на ротацию, о том, что человек подумывает на тему того, что он хочет сменить проект, и мы заранее можем начинать отслеживать и подбирать замену. Или говорим о том, что человек, в принципе, сейчас говорит, я вообще хочу уйти, но готов подождать какое-то время, потому что вы меня попросили, потому что задача мне самому важна. То есть все эти моменты мы тоже проговариваем. Организуют передачу контекста по сотруднику при его перемещении между юнитами, когда у сотрудника меняется руководитель, соответственно, мы организуем встречи, на которых мы передаем планы на развитие, передаем какой-то контекст, который есть у этого сотрудника, цели, которым он движется, и, в общем-то, какие-то договоренности, если они у нас есть, чтобы это не растерялось. В принципе, задача HR – организовать встречу и передать это. Команда образования. Собственно, по инициативе юнит-директора, тем ли да, либо сотрудников, либо опять на свое усмотрение, HR может организовывать такие штуки, как там тимбилдинги различные, командообразующие мероприятия, фасилитационные сессии, командный коучинг, то есть это то, что сотрудникам заходит, то, зачем они к нам обращаются. Администрируют чаты юнитов, то есть там обновляют их состав, заполняют информационное поле, там по поводу, там пришел такой-то человек, такой-то человек повысился, то есть мы там поздравляем кого-нибудь. В общем-то, вот такие вещи мы делаем. И сопровождение процесса увольнения сотрудника – это, по сути, проведение выходного интервью, где снимается напряжение, если оно есть, и собирается информация, которую потом мы используем для аналитики. То есть это причина увольнения, соответственно, понимаем наши какие-то приседающие зоны, где мы находимся относительно рынка и так далее. И сопровождает процесс увольнения, если какая-то сложная штука, и нужно подключиться, чтобы опять стать третьей стороной в каком-то споре, чтобы там представить интересы как компании, так и сотрудника, чтобы это, опять же, пришло максимально комфортно для всех участников. Что мы еще используем в своей работе? Какие форматы? Трое из наших компаний HR из нашего департамента – это профессиональные практикующие психологи, вот один их представитель – Мария. Соответственно, да, в каких кейсах нам это помогает? Вот в последней ситуации это было много кейсов, связанных с тревогой, совладанием с каким-то таким, с ситуацией потери контроля, соответственно, люди обращались за тем, чтобы найти какие-то инструменты для того, чтобы с этим справиться, либо мы там как-то рассказывали об этом, анонсировали какие-то вещи. Это тема профессионального выгорания, когда мы видим какие-то тревожные симптомы или когда человек сам начинает там как-то понимать, что со мной что-то не то, мы, соответственно, можем подобрать какие-то методы, которые помогут с этим совладать и человеку как-то стратегически сохранить себя, для себя и для компании. И помочь в жизненных ситуациях, например, в ситуациях той же пандемии очень многие сотрудники столкнулись с переживанием утрат, потери, и было достаточно много обращений на тему работы с гореванием, как взаимодействовать с близкими, попавшими в такую ситуацию. То есть мы, конечно же, не разворачиваем полноценную психологическую помощь и какую-то терапию в рамках наших обязанностей, нашего процесса. Это неуместно, но можем какие-то базовые вещи дать либо направить к специалистам, если такая необходимость есть. Также трое, знаешь, команды это сертифицированные коучи Риксоновского университета. А где нам это помогает? Опять же, в каких кейсах? Мы можем организовать командные сессии, командный коучинг по запросу руководителя либо команды и практикуем это успешно. Индивидуальные сессии, тут тоже хотела бы отметить, что это не полноценное сопровождение в долгосрочную. Это для того, чтобы показать, что такой формат тоже есть и в таком формате мы тоже можем взаимодействовать. Если у человека есть потребность в долгосрочном именно коуч-сопровождении, то тогда мы можем пригласить другого специалиста, предложить ему поработать с другим специалистом. На коуч-форматы, на коуч-сессии приходится с очень разными запросами, но они во многом вокруг профессиональных компетенций, выбора направления развития. С этим коуч-формат хорошо, очень работает. Что мы используем в своей работе? Некоторые инструменты расскажем, покажем, как они выглядят. Это наша внутренняя система планирования ресурсов в планер. То, что сегодня успеем еще рассказать. Функция people status в этой системе, регулярный опрос про проект, нравится ли тебе работа на твоем проекте, и HR аналитика, которую мы из этого опроса берем. Наша система внутренняя планер, она написана нашими сотрудниками под наши запросы, она регулярно дорабатывается уже на протяжении 7 лет. Какие преимущества есть у нее? Одновременно большое количество пользователей, и она отражает все нужные нам процессы, как административные, HR, так и процессы формирования команд, Staffing, очень активно пользуются этой системой. Туда не входит трекинг времени, трекинг времени вынесен в отдельную программу, в big time. На данном слайде вы видите часть личного профиля сотрудника, как это выглядит в нашей системе, в данном случае мой, во избежание распространения персональных данных. Здесь вы можете увидеть позицию, департамент, либо юнит, систему подчинения, такая красивенькая кнопочка маленькая, фидбэк, но очень важная, то есть она в режиме реального времени позволяет оставить обратную связь на любого сотрудника. У этого процесса есть держатель процесса, соответственно, и мы обрабатываем эту информацию. также, ой, ой, нет, не туда, не туда. Также здесь можно посмотреть в разрезе времени позицию человека и переход из юнита в юнит, либо в другой департамент. На следующем слайде это часть личного профиля технического специалиста, и здесь активная вкладка скиллы, это те технологии, которые, ну, часть технологий, которые он сам указал. в данном случае выражение лица смайлика говорит нам о том, насколько человек заинтересован в развитии данной технологии. Вот видите, не везде оно сильно счастливое, что-то там у нас по хп как-то нет, не заходит ему. Вот, и активные синие звезды это уровни, то есть он сам отмечает с помощью своего руководителя, там есть уровни, прям описание уровней, и оно связано с нашей матрицей компетенцией. Здесь же во внутренней системе планер есть такая вкладка, как people status. HR на регулярной встрече один на один отмечает некоторые маркеры, их потом можно посмотреть динамики и сопоставить, что происходит с человеком. В данном случае это лояльность компании и удовлетворенность проектом. Это важные для нас показатели. Ну и тут, соответственно, пример, где вы можете увидеть, ну вот, с лояльностью все хорошо было пока, да, а вот в этом периоде с августа по октябрь метрики по интересности проекта были довольно низкие, в ноябре был выбран другой проект, соответственно, все нормализовалось. Следующий инструмент это регулярный опрос, нравится ли тебе работа на твоем проекте, тиммораль, кодовое его название, нам так удобнее. Это гугл форма с вопросами, рассылается она регулярно, один раз в месяц, и мы там можем получить следующую информацию, насколько вообще интересны задачи, там прям восемь вопросов, насколько комфортно темп работы, что там с ним, в этой же форме человек может подать заявку о ротации, то есть я хочу сменить проект, либо я не хочу сменить проект, есть ли у него вообще необходимость с помощью решением задач, потому что не всегда очевидно, даже для тем ли да, что есть такая необходимость, есть ли у него вообще все ресурсы для эффективной работы, понимает ли он цели проекта, да, что там с атмосферой, и со своей вообще понимания роли в этом проекте. На основании мы собираем эти данные довольно давно, и на основании этого у нас получается чар-аналитика, которую мы потом используем в управленческих решениях, она нам очень помогает. Здесь часть, на этом слайде, здесь мы можем посмотреть средние оценки, это разрез по конкретной дате опроса, можем посмотреть сколько и скольких проектов люди ответили, сколько их было, и какие средние оценки. Что еще можно здесь посмотреть? Можно посмотреть в разрезе времени и в разрезе конкретного человека, что происходило с оценками, где были спады, ну, соответственно, понять почему. А если мы возьмем по проекту, то тоже здесь можно посмотреть по каждому проекту, что происходило в разрезе времени. А также у нас есть запросы на ротацию, они у нас двух видов предусмотрены в этом вопросе, более срочная, более долгосрочная, да, 1.3 это срочная ротация, когда вот прям что-то горит и все, я хочу уйти и делать что хотите, либо это более долгосрочная. Это нам тоже помогает посмотреть, сравнивать какие проекты, где более частые ротации, соответственно, принимать более взвешенные управленческие решения на основе аналитики. Ага, мы с чем-то столкнулись. Мы с чем-то столкнулись. Мы столкнулись с двумя блоками сложностей, которыми справлялись как могли, еще нам предстоит сталкиваться и справляться. Во-первых, это этический кодекс HR и границы конфиденциальности, поскольку встреча достаточно конфиденциальный характер носит, соответственно, это в определенный момент стало неким камнем преткновения. И второй момент это вгорание HR, потому что нагрузка, конечно, такая приличная. Собственно, этический кодекс HR и границы конфиденциальности. Получается, что у сотрудников во время встречи возникают вопросы, закономерные, а что, собственно, я могу рассказать, а что не могу, и что дальше будет с этой информацией, и кто имеет к ней доступ. Аналогично у руководителя возникает вопрос, какую информацию мне вообще от HR ожидать, и если она приходит ко мне не в полном объеме, то, собственно, чем HR, в принципе, может мне быть полезен. Что мы с этим делали? Мы, в первую очередь, договорились о границах конфиденциальности внутри себя с руководителями и сотрудниками. Каждый раз, когда HR знакомится с сотрудником, он рассказывает о том, какую информацию и в каком виде он может передать, как это будет выглядеть, правила, по которым это происходит, и, соответственно, договаривается об этом сотрудником, у него возникает понимание правил игры. Ой, не туда. Следующий момент. Мы бережно относимся к просьбам о конфиденциальности. Если сотрудник говорит, пожалуйста, я не хочу, чтобы об этом кто-то знал, мы соблюдаем эту договоренность, потому что стоит один раз ее уронить, и репутацию потом HR не установишь никогда. То есть это будет влиять на всех. Соответственно, пока мы имеем доступ к этой информации, мы можем хоть что-то с ней сделать там на своем уровне, на каком-то другом, в зависимости от того, насколько доверительные отношения сформированы. Мы согласуем сотрудникам информацию, которую мы будем дальше передавать. То есть мы говорим о том, что смотри, если ты мне разрешишь, я пойду к такому-то человеку, я бы сформулировал это вот так. И человек может контролировать то, что происходит с его информацией, он понимает, что это будет для него безопасно, и, соответственно, мы соблюдая из раза в раз эти договоренности, мы формируем такое информационное поле, в котором человек все больше и больше может нам открыться и доверить, эскалировать что-то, если это его правда волнует, и ситуацию нужно решить. Что еще можно сделать? Вообще у нас есть идея описать этический кодекс HR, пошарить на всю компанию, чтобы все сразу могли в любой момент заглянуть и свериться, по каким правилам мы с ними, собственно, взаимодействуем, как мы это делаем. Пока он не описан. Прописать четкий регламент решения спорных ситуаций. Они возникают и решаются индивидуально, но есть все равно какой-то алгоритм, который можно было бы изначально несколько шагов заложить, пока мы этого не сделали, но это можно сделать. Ой, а, ну все. Следующий момент это вгорание HR, это больная-больная мозоль. HR работает личностью, как психолог, он много вовлекается, он все время находится в контакте. HR контенирует негативные эмоции, их достаточно много. Когда у человека все хорошо, он говорит, у меня нормально все, и все. Когда у него все плохо, он говорит, очень много. И, соответственно, мы находимся в этом более негативном. Это высокая интенсивность работы, если посмотреть на график HR, это страшное дело. Там один на один personal review, это подготовки, это какие-то синки, там много-много встреч. И результаты работы HR неочевидны, конфиденциально и размываются в процессах. Если мы подсветили какой-то страшный-страшный риск, который будет много-много стоить для компании, вовремя начали какое-то движение, подключаются другие люди, и мы его решили, у человека все хорошо, непонятно, чья это заслуга наша, или людей, которые решили, или что еще такое было, или может сам человек каким-то образом начал лучше себя чувствовать. Собственно, даже пошарить наши результаты на компанию, когда у нас существуют ежеквартальные такие отчеты наших результатов и HR, мы не можем, потому что они конфиденциальны, мы не можем сказать, что у Васи была такая-то проблема, мы решили, мы молодцы. Мы Васю в этом плане не подсвечиваем. Соответственно, сложно оценить профессиональное развитие HR, критерии его роста размыты, каждый у нас в команде силен в чем-то своем, у него есть какая-то своя классная экспертиза, плюс, как понять, вот какой сложности ситуации человек может решать и вот от этого он растет, вот как-то они тоже очень размытые. Соответственно, непонятно, я расту вообще или нет, а что со мной происходит. Что мы с этим делали? У нас есть регулярные командные встречи отдела, где мы встречаемся и мы можем поделиться какой-то информацией, наметить цели, там синхронизироваться, понять какую-то стратегическую информацию, ну и поныть. Собственно, есть встречи между сотрудниками, где есть возможность обратиться за поддержкой, за какой-то интервью и снова поныть, то есть друг к другу это очень важная штука для нас. Вот. Регулярные встречи один на один с руководителем, где можно обратиться в супервизии, как вообще эту ситуацию решать, а ты сталкивался, нет, а кто-то может сталкиваться, а кому пойти, то есть какие-то такие моменты, снова поныть. И есть профессиональное обучение HR, за счет компании мы стараемся людей постоянно направлять куда-то, если есть такая возможность, чтобы люди могли каким-то образом развиваться, понимать, что у них что-то происходит. Соответственно, важный пункт, это возможность взять на себя проект HR, выступить его руководителем, так, что вот он закончился, что не в текуческие, какой-то там тону, а вот он, что-то у меня произошло. Было бы здорово для нас еще, мы планируем делать регулярные профессиональные перепыления, когда мы встречаемся, каждый из нас делится своей сильной экспертизой, лайфхаками, сейчас на это времени нет. Оптимизация нагрузки. HR тоже то, чем мы сейчас занимаемся, оцифровываем все эти моменты и будем стараться делать так, чтобы сотрудники у нас там не погибали под этой текучкой, которая у них постоянно происходит. Разработать матрицу развития HR, над чем сейчас, собственно, такая главная боль, классно, что сейчас есть такие доклады, в которых там на этой конференции, например, рассказывать о каждом, кто-то рассказывает о своем опыте, это интересно. И вести HR для HR, потому что у нас у всех есть HR, кроме HR. И вести, возможно, внешнюю супервизию, опять же, поныть, получить какую-то методическую поддержку и, в общем-то, каким-то образом тоже профессионально развиваться. И, да, как вы поняли, нам важно отмечать результаты, поэтому этот слайд прям такой обязательный, чтобы это, знаете, закрыть. В итоге у нас получился действительно работающий процесс, приносящий действительно пользу для бизнеса, мы смогли его масштабировать на все департаменты и юниты, он работает, ну там, плюс-минус одинаково. Мы наладили процесс перемещения сотрудников между юнитами, это было тоже очень важно, не потерять контекст, чтобы человек остался мотивированный. Сократили количество срочных ротаций, то есть это тоже, если перевести, это большие деньги для компании, что тоже очень важно. Сократили текучесть на испытательном сроке и повысили процент сотрудников уровня senior и высший за счет прозрачной системы personal review. Вот, и вообще мы молодцы. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.